Это иллюзия, что на сегодня наши граждане являются более спокойными, чем в Турции. Нет, они, может быть, менее выказывают свои эмоции, но народ на сегодняшний день уже готов к действию. И готов довольно давно. Не хватает детонатора и толчка, который этот народ выведет на улицу. Большие массы, пассионарные, активные, уже выходили на протесты. Если раньше можно было сказать, что они выходили лишь у националистов, массово присутствовали, то сейчас это очевидно, что после акции протеста, после выборов нечестных, и простые москвичи уже без знамен и партийной принадлежности тоже недовольны и выходят. Я с этим столкнулся еще несколько лет назад, когда объездил всю Россию. Я увидел, какая ненависть, например, к Москве во многих городах. То есть сейчас уже зачастую не только мигрантов, но и просто москвич, как уже социальное сословие пытаются представлять. И если будет неосторожная фраза чиновника, необдуманное действие полицейского или резонансное преступление, наподобие из-за которого случилась Манежная площадь, то я абсолютно убежден, что те массы пассионарных людей, которые сейчас просто выходят на митинги, вполне могут выйти на погромы. И ситуация может после первых жертв и после столкновений как утихнуть, так и раскачаться, нарушив внутреполитическую обстановку в стране. А если учесть, что я вижу, как зачастую действует МВД на таких акциях и делает, наверное, больше, чем любые лидеры оппозиции для того, чтобы народ остался недоволен, я не исключаю такого сценария, что эта ситуация может взорваться и в России, и в Москве. Все предпосылки для этого есть. Русские чувствуют себя униженной нацией, русские видят угрозу из-за приезжих мигрантов, русские недовольны властью, несмотря на мнимую стабильность. То есть все предпосылки для этого есть.